Зима может вызывать ощущение тепла и уюта, если обратиться к своему детству. В этом уверена мастер из Москвы Ирина Андреева. Она создает скульптуры из войлока. Получается настоящая зимняя сказка. Все пространство выставочного зала застелено вот таким мягким покрытием. Здесь можно ходить босиком и вспоминать детство. Например, как катался с горки во дворе, как играл с друзьями, как висел на турнике, катался на лыжах и коньках. Словом, вспомнить то настроение. Настроение мастер создает с помощью множества деталей. Вот малыш сидит в санках. В шарфик заправлен носовой платок. На ногах валенки. Самая теплая обувь. Этот ребенок постарше снарядился кататься на горке. У него и фанерка с собой, и варежки на резинке, чтобы не потерять. А тут ребята вернулись с прогулки. На батарее сохнет промокшая от снега одежда и обувь. Как говорит автор этих работ, в каждой из них много личных воспоминаний. Вот, к примеру, дом Хрущевка, где живет мама мастерицы. А это карусели, которые стояли во дворе. Их Ирина сделала почти в натуральную величину. Главное, говорит она, чтобы зритель не остался равнодушным. И, глядя на эти работы, начал вспоминать что-то свое. Я помещаю зрителя в ситуацию. Я помещаю... Я снимаю с него кожу, чтобы он начинал чувствовать и обращался к себе, к своему сердцу. Это такой метод погружения людей. Я создаю этот метод погружения. Ну, в принципе, наверное, как режиссер создает кино, с помощью которого мы тоже погружаемся. То есть мы испытываем созвучные какие-то моменты. Ирина Андреева работает с овечьей шерстью, тщательно промывает материалы, затем кропотливо и старательно создает валеные скульптуры. Это физически сложный и утомительный труд, требующий много терпения и времени и оставляющий кровавые мозоли на руках. Но идей у Ирины очень много, только успевай воплощать жизнь. Руки только две. И ты понимаешь, что можешь сделать только ты. Никакие помощники здесь не помогут, потому что это твое чувство. Это ты сам инструмент. Даже не столько руки инструмент, сколько сердце инструмент. И оно прокачивает эти все, и через руки оно сердце работает руками. Экспозиция «Притяжение зимы» стала первым событием фестиваля зимнего фольклора «Сочельник». Его проводит Пермский дом народного творчества губерния. Я думаю, что люди, которые придут, познакомятся с автором, познакомятся с выставкой, даже не с изделиями, а с содержанием этих изделий, я думаю, что все наполнятся и рождественской, и святочной. Ностальгией, этим состоянием. Экспозицию «Притяжение зимы» можно увидеть в Центральном выставочном зале до 17 января. Здесь обещают организовать и встречу с автором работ. Юлия Зыкова, Михаил Ситров, Телевизионная служба новостей.